Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Пётр. Я вас рад приветствовать на своём канале. Сегодня предлагаю вашему вниманию рассказ Георгия Алексеевича Скребицкого «День рождения». Приятного просмотра! Георгий Алексеевич Скребицкий. Приручённые и дикари. Издательство Дед Гиз, 1961 год. День рождения. Как-то поздно вечером, набегавшись за день по двору, я сидел вместе с папой и мамой за столом. Мы ужинаем. Ты знаешь, какой завтра день? – спросила мама. – Знаю. Воскресенье. – ответил я. – Верно. А кроме того, завтра – день твоего рождения. Тебе исполнится восемь лет. Ого! Да он уж совсем большой вырос. Будто удивившись этому, заметил папа. Восемь лет. Это ведь не шутка. Осенью в школу пойдёт. Что бы ему подарить к такому дню? – обратился он к маме. Игрушку, пожалуй, не годится. Да я уж сама не знаю. – улыбаясь, ответила мама. – Нужно что-нибудь придумать. Я сидел как на иголках, слушая этот разговор. Конечно, папа с мамой только нарочно говорили, что не знаю, что бы мне такое подарить. Подарок уж, Верно, давно был приготовлен. Но какой подарок? Я знал, что сколько ни проси, ни папа, ни мама до завтра ни за что не скажут. Приходилось ждать. После ужина я сейчас же пошёл спать, что бы поскорее наступило завтра. Но заснуть оказалось совсем не так просто. В голову всё лезли мысли о подарке, и я невольно прислушался к тому, о чём говорили в соседней комнате папа с мамой. Может, они, думая, что я уже заснул, скажут что-нибудь о подарке. Но они говорили совсем о другом. Так я, ничего не услышав, наконец заснул. Наутро, как только я проснулся, сейчас же я вскочил с постели и хотел бежать за подарком. Но бежать никуда не пришлось. Возле моей постели стояли у стены две новенькие складные удочки. И тут же на гвоздике висела выкрашенная в зелёную краску ведёрочка для рыбы с крышкой. Совсем такое же, как у папы, только поменьше. От радости я даже захлопал в ладоши, подпрыгнул до постели и начал поскорее одеваться. В это время дверь отворилась, и в комнату вошли папа с мамой, весёлые, улыбающиеся. Ну, поздравляем тебя! Хорош подарок! Доволен? – спрашивает папа. Это уж настоящие удочки, не то что твои палки с нитками. На такие и щуку вытащить можно. Очень, очень доволен! – радовался я. Только где же я на них буду щук ловить? У нас в речке их нет, а с собой на ловлю ты меня не берёшь. Говоришь, что мало ещё. Да ведь это я тебя раньше не брал, – ответил папа. Когда тебе только семь лет было, а теперь тебе уже восемь. Ты, по-моему, даже за одну эту ночь сильно подрос. Вон какой огромный! Сегодня мы вместе рыбу ловить поедем, – весело сказала мама. Умывайся скорее, пей чай и поедем. Погода чудесная! Папа скорее позавтракал, захватил свои удочки, ведёрко и выбежал во двор. У крыльца уже стояла запряжённая лошадь. Вскоре вышли и папа с мамой. Ложили в тележку удочки, чайник, котелок и мешок с провизией. Мы все уселись и тронулись в путь. Когда выехали за село, папа дал мне в вожжи и сказал, «Правь, ты теперь уж не маленький, а я пока покурю». Я с радостью взял в руки вожжи, но править лошади, собственно, и не нужно было. Дорога никуда не сворачивала, а шла ровная, прямая, среди ржаных полей. Рожь уже выколосилась, и по ней плыли лёгкие тени от облаков. Наша лошадь весело бежала по гладкой дороге. То и дело впереди, с дороги взлетали жаворонки, и, отлетев немного, снова садились на землю. Мы проехали берёзовый лесок и выехали прямо к речке. На самом берегу её находилась водяная мельница. В этом месте речка была запружена плотиной и развивалась в широкий труд. Мы оставили лошадь во дворе на мельнице, взяли из-под плоски удочки, дёрки до рыбы и пошли удить. Ниже плотины находился глубокий мельничный омут. Мы спустились к омуту и уселись на берегу, проколенки между зелёными и вывыми кустами. Справа от нас возвышалась плотина, которая сдерживала всю массу воды. Вода прорывалась в щель плотины, била оттуда сильными фонтанами и с шумом падала вниз, прямо в омут. А на другом берегу омута стояла старая водяная мельница. Это был небольшой деревянный домик. Одна его стена подходила к самой воде. И к ней были приделаны два огромных, тоже деревянных, колеса с широкими лопастями, как у парохода. Нижние края погружались в воду. Стена и толстые, как деревья, столбы, поддерживавшие колёса, всё было покрыто зелёными водорослями. Они свисали вниз, в самой воде, как длинные бороды. Вдруг огромные колёса дрогнули и заворочались. Сначала медленно, потом быстрее, быстрее. И с шумом и плеском начались ткать целые потоки воды. Вода под колёсами затрянилась, словно закипела, и побежала через омут и дальше, по речке, вниз, в пулящем, подключим потоком. Я всё это видел первый раз в жизни, и не мог отродить глаз, и в пулящем, в пулящем. От мощных поворотов колёс взбрагивала вся мельница. Мне казалось, что вот-вот тронется с места и ухлёт по реке, как травма. Хорошо, что мельница начала работать, сказал братан. Вода из-под колёс пошла. В это время и рыба веселее ходит, и на удочку лучше берёт. Водевой скорее, чем ячего, да, лови? Водевой подальше и закинулся. Возле нашего берега взрывчики, когда он с удовольствием на кустами, и у меня осталось спокойно. Я сидел рядом с папой и внимательно смотрел на поплавки, а мы тихо лежали на поверхности воды. Какие-то комарики, мошки, весело толпились в воздухе над поплавками, постоянно присаживаясь на них и вновь взлетая. Но вот поплавок моей удочки будто ожил. Он слегка шевельнулся, пуская вокруг себя по воде круги. Шевельнулся ещё и ещё раз, потом стал медленно погружаться в воду. Клюёт! Тащи! взволнованно шепнул папа. Я потащил. Ух, как тяжело! Удилище согнуло в дугу, а леска, дотянувшись как струна, так и резала воду. Не торопись, а то оборвёт! Волновался папа. «Дай эту ногу!» «Упустишь!» Крупная попалась. Но я вцепился обеими руками в удилище и не отдавал его. Сильная рыба, только натянув леску, бросалась то в одну, то в другую сторону. Я никак не мог подтащить её к берегу. Наконец, рыба показалась из глубины. И изо всех сил Иванова удилища раздался лёгкий треск, и в руках у меня остался обломанный конец. Другой конец вместе с поплавком и леской быстро понёсся к воде прочь от берега. «Ушла!» «Ушла!» Завопил я и забёг всё на свете, бросился за убедающим концом прямо в воду. Папа едва успел схватить меня сзади за курточку. «Утонешь!» «Утона здесь!» Но я ничего не видел, кроме жёлтого вондукового кончика удочки, который, разрезав воду, уходил всё дальше и дальше. «Ушла!» «Совсем ушла!» С отчаянием повторял я. На мои гопли прибежала испуганная мама. Она тут же негдалеке собирала хворост для костра. «Что?» «Что случилось?» Ещё издали спрашивала она. «Не плачь!» Успокавил меня папа. «Может, мы её ещё и поймаем?» Но я не верил. Слёзы так и текли из глаз, и мне казалось, что в целом свете нет человека несчастнее мне. Наконец, я немного успокоился. Папа стоял на берегу и пристально вглядывался в противоположный конец омута. «Кустам потащила!» «Только бы поближе к берегу подошла!» Говорила. Я понял, что всё ещё не потеряно. И робкая надежда шевелилась в душе. Я тоже нашёл глазами тоненькую белую палочку, которая едва виднелась на воде ближе к другому берегу. Она всё удалялась. «Кустам! Кустам идёт!» Радостно повторял папа. «Не горю, Юра! Мы её ещё под цепем!» Мама тоже следила за удочкой. «Ах! Только бы к берегу подошла!» Наконец рыба подтащила удочку к кустам. Тут мы все трое, папа, мама и я, со всех ног бросились через плотину на другой конец омута. Вот и кусты. На воде возле них слегка покачивается сломанный конец удочки. И плавок тоже спокойно покачивается на воде. Может, удочка уже пустая? Может, рыба уже давно сорвалась? Папа, крадучись, подошёл к берегу, вошёл по колену в воду и подтянул руку к удилищу. И вдруг оно подпрыгнуло, как живое, и бросилось прочь. И папа за ним. Бултых прямо в воду. Весь мокрый заскочил на берег. О, радость! О, счастье! В руках у него была обломанная удочка. Она сгибалась в дугу, и леска опять, как тугая струна, так и резала воду. Напуганная рыба тянула вглубь и никак не шла к берегу. Он то отпускал леску, он то вновь слегка подтягивал. Папа старался утомить рыбу, а мы с мамой, затаив дыхание, следили за этой борьбой. Наконец, утомлённая рыба показалась на поверхности и даже немного повернулась на бок, листя серебряной чешуей. Тогда папа осторожно передал мне обломок к удилищу. «Тащи!» «Только потихоньку, не торопись!» Я схватил в руки удочку, забыв всё на свете, изо всех сил потащил на берег. «Тише, тише, оборвёт!» – закричал папа. Рыба бросилась в глубину. Я потяну к себе. В берегах траве что-то зашлёпало, привозилось. Папа и мама кинулись туда. И тут я вновь почувствовал в руках какую-то лёгкость. Оборвалась, ушла! Но в тот же миг папа выкинул далеко на берег, спиркающей чешуей рыбы. Она тяжело шлёпнулась в траву и забилась, запрыгнула. Мы подбежали к добыче, подминая зелёные стебли. В траве лежал крупный голабль. Я схватил его обеими руками и начал с восторгом разглядывать. Спина у него была тёмно-зелёная, почти чёрная. Пока серебряная, а голова большая, широкая. Поэтому, наверное, эту рыбу назвали голабль. «Ну, поздравляю тебя! Теперь ты настоящий рыболов!» – радостно говорила мама. «Да, да, рыболов!» – бодрадушно смеялся папа. Опять чуть не выпустил. Он уж с крючка сорвался. Я его не успел в траве схватить. «А что же ты от него хочешь? И теперь его первая настоящая добыча!» – защищала меня мама. И всё-таки он её сам вытащил. «Конечно, конечно!» – спросился папа. «Идёмте скорее к удочкам. Может, там и без нас ещё что попалось?» «Тут мы с мамой взглянули на папу. Так и ахнули!» Он был мокрый и весь в грязи. Хорошо ещё, что погода стояла жаркая. Папа отжал немного одежду и весело махнул рукой. «Ничего, до вечера всё высохнет!» Мы вернулись к нашим удочкам. Действительно, на одной из них у папы сидел большой окунь. Папа дал мне из своих ещё одну удочку вместо моей сломанной. И мы продолжили ловить. Но я уже не столько ловил, сколько всё бегал к соседним кустам. Под которыми в густой траве, прикрытой от солнца лопухами, лежал мой головль. Каким же он мне казался огромным и красивым! Мама тоже то и дело подходила к головлю, трогала его рукой, качала головой и улыбалась. Наверное, она радовалась моей удаче не меньше меня. И папа всё поглядывал на меня и говорил, «Что, брат, доволен, а?» Весь этот день я чувствовал себя самым счастливым человеком. Я поймал ещё двух ершей, а папа наловил много разной рыбы и даже поймал щуку. Вообще день вышел на славу. Мама развела на берегу костёр, приготовила обед и чай. Потом мы опять ловили рыбу. Мама тоже ловила с нами и вытащила окуня. Наконец, когда уже начало темнеть, папа с мамой собрались ехать домой. А мне ужасно не хотелось уезжать. Кажется, так всё лето и просидел бы здесь, у реки, под старыми вётлами. Но делать было нечего. Уложили в тележку удочки, рыбу и все пожитки, сопрягли лошадь и поехали домой. Вечер был прохладный, ясный, на западе уже догорала заря. В полях громко кричали перепела, словно выговаривали. «Спать пора!» «Спать пора!» Слушая их, я и вправду немножко задремал. А перед глазами всё рябила вода и поплавки на ней. Вдруг мама тронула меня за плечо. «Смотри, Юра, смотри скорей!» Я очнулся. Мы проезжали через берёзовый лесок. В воздухе пахло свежей берёзовой горечью. Я поглядел вглубь леса, куда указывала мама. «Что это?» «Будто крохотный голубой огонёк светится в тёмной ночной траве. А вон, немного подальше, ещё и ещё. Или это в каплях росы отражаются звёзды?» «Нет, не может быть!» «Видишь светлячки?» Сказал папа. «Хочешь, набери их в коробочку, а дома выпустим в сад. Пусть у нас живут». Папа остановил лошадь, и мы с мамой принялись собирать этих свечащихся жучков, которых в народе так хорошо прозвали Ивановым червячком. Мы с мамой долго ходили по густой влажной траве, отыскивая крошечные живые звёздочки, а над головой сплетались тёмные ветви деревьев, и в их просветах тоже, как светлячки, сверкали далёкие голубые звёзды. И, может быть, именно в этот счастливый день, день моего рождения, я вдруг всем сердцем почувствовал, как хороша наша родная природа, лучше которой нет на всём свете. Друзья, благодарю вас за просмотр данного видео. Если вам понравилось, ставьте пальцы вверх, оставляйте комментарии. Это помогает продвижению канала и вдохновляет авторов на создание нового контента. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok